Итак, друзья, сегодня у нас плов. Сейчас разогреем казан и будем готовить узбекскую вкуснятину. Самую лучшую, ну, по крайней мере, в этой местности. Нам понадобится подсолнечное масло, лук, морковка, чеснок, говядина, рис и волшебный набор специй. Ну, специи на самом деле каждый добавляет по своему вкусу. У нас тоже есть свой секретик. Мы не жидимся на барбарис и зиру. Это наша фенечка. Вот плов, конечно, получается бомбический. И сейчас все покажем. Итак, друзья, килограмм риса промывается обязательно три раза. Потом кладется две ложки соли и заливается кипятком. Так, чтобы кипяток покрыл рис. Так рис простоит 30 минут с закрытой крышкой. И затем вода сливается. Морковка нарезается вот такой крупной солонкой. Лук нарезается полукольцами. Мясо нарезается крупно. Чеснок просто от шелухи очищается и оставляется вот в таких луковицах. Итак, друзья, уже почти прогрет наш казан. Начинаем приготовление. Итак, наливаем в казан 300 грамм растительного масла. Масло нагрелось. Хорошо. Закладываем мясо. Процесс пошел. Вот. Мясо периодически нужно помешивать. Мясо готовится до готовности, до появления коричневой корочки. Во время приготовления мяса огонь должен быть очень интенсивным. Она должна не вариться, а именно жариться. Это очень важно. Мясо почти готово. Думаю, еще минут 5-7. И будем закладывать лук. Итак, мясо готово. Коричневая корочка. Засыпаем лук. Вот так. Кстати, есть такой лайфхак для того, чтобы плов получился насыщенного. Такого рыжего, даже не знаю какой. Ну, в общем, темного цвета. Нужно лук обжаривать до золотистой корочки. Так же, почти коричневым его делать. Чтоб он был полностью карамелизован. Тогда плов будет бомбический. Огонь по-прежнему интенсивный. Не забывайте подкладывать вовремя чурочки. И периодически лук необходимо помешивать. Плов требует к себе внимания. Итак, лук карамелизован. Добавляем морковь. Перемешиваем. Ай, скоро, скоро, скоро. Немного обжарили морковь. Теперь добавляем воду, кипяток. Необходимо морковку, лук и мясо протушить. А так же добавляем специи. Все это перемешиваем и накрываем крышкой. Ай, красота! Красота! Ассистент, пожалуйста, крышечку. Вот так. Сейчас она надо все хорошо протушить. Кстати, друзья, некоторые чеснок кладут уже тогда, когда заложат рис. Мы же чеснок кладем вот в этом процессе. В процессе тушения. Это никакая не ошибка. Просто один из вариантов приготовления плова. Нам кажется, точнее мы уверены, что плов более ароматный. Сейчас чеснок в момент тушения отдает все свои прелести нашему будущему шедевру. Ассистент, пожалуйста, закройте крышку. Ждем. Ребята, господи, какой аромат! Какой аромат! Ассистент, пожалуйста, помешайте немного. Угу. Ой, смотрите, какая прелесть! Скоро это будет пловом. Сколько мы тушим? Минут 15. Минут 15, хорошо. Друзья, 15 минут прошло. Засыпаем рис. Угу. Вот так. Угу. Отлично. Красота! Сразу же необходимо залить все это дело кипятком. Где-то сантиметра два сверху слоя риса. Вода должна быть. Ассистент, можно закрывать крышку? В этом процессе мы немного убавляем огонь и готовим, тушим все это до готовности. Огонь уже не такой интенсивный, как при жарке мяса, лука и морковки. Это очень важно. Итак, ребята, рис готов. Мы его попробовали. Он должен быть совсем немножко аль денте. И после этого весь плов необходимо перемешать. И потом дать немного настояться. Буквально 5-7 минут. И плов готов. Ой, какой аромат. Как жаль, что камера не передает запахи. Ай, смотрите. Ай, смотрите, какая прелесть. Ах. Итак, друзья, плов перемешан. Мы полностью убираем огонь. Пусть там будет жарко в топке, но огонь уже должен прекратиться. Закрываем крышкой и даем настояться. Все, огня практически нет. 5-7 минут и идем к столу. Пока открываем вино, пусть подышит. Кстати, не забудьте, пожалуйста, про овощи. Овощной салатик только украсит ваш плов. Друзья, ну посмотрите, какая красота. Сейчас все это предстоит нам вкусить. Вот таким образом мы готовим плов. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И, друзья, всего вам доброго. Спасибо.